Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в Тесте. Мы продолжаем карьеру за Washington Capitals. Сегодня у нас матч с Анахаймом. Мы уже с ними играли, проиграли. Теперь нужно нам взять у них реванш. Я думаю, это у нас получится. Потому что в последние игры мы показываем хороший уровень. Идем все-таки на первом месте в конференции. Пытаемся там подняться в общем зачете. Ну что, попытаемся, попытаемся что-нибудь сделать. Ну что, мы уже в матче. И сейчас должно быть самое важное для меня вбрасывание. Я его проигрываю. Для меня первое вбрасывание очень важно. Потому что здесь я беру задел на всю игру. И вот так вот мы сразу пропускаем. Не может быть. Если честно, как-то резко, быстро и непонятно. Потому что шайбу мы три раза отобрали. Видимо, три раза потеряли и... Как-то перрон успел там отправить. Еще и там удаление было. Я, если честно, в шоке небольшом. Хейтли. Забрасывает. И снова мы проигрываем вбрасывание. Что это за... Напасть-то такая. В последнее время я везде проигрываю вбрасывание. Во что я не играю. Или Ultimate Team. Или... Игра... В сетевом матче. Или... Это было опасно очень даже. Как хорошо. Анахайм держит шайбу. Я помню матч. С ними недавний... Недавний матч с ними. Ну вот так вот. Как-то... Непонятно мы сейчас прошли. Как-то непонятно убросили. Как-то непонятно шайба... Залетела. Залетела. Вот честно, сейчас я сам не понял, как Брауэр сумел все-таки пропихнуть эту шайбу. Может там были... Да, там был рикошет от 12 номера Анахайма. Смотрим еще раз. Вот он бросок, рикошет и залетает в домик. В домик голкиперу. Это хорошо. Это уже результат. Сравниваем счеты. Первое же звено у нас выходит. Наконец-таки выиграли. Ой-ой-ой-ой. Потеря такая ужасная. Генемалкин не может взять тут шайбу. Отбор. И снова потеря. Йохансен. Йохансен. И все-таки будет удаление, да? Я все-таки рассчитывал на то, что там было просто столкновение с... Не с Йохансеном, а все-таки... С игровком... Анахайма! Айзнер дальше. Овечкин. Александр. Александр Овечкин! В меньшинстве. В меньшинстве забросили. 2-1. Просто выбросили шайбу. Овечкин ее подобрал. И здесь отправил уже спокойно в девятку. Защитник и нападающие не решились все-таки выбивать шайбу. Вдруг будет буллит. Там подножка и все дела. Анахайм пропускает. Бэкстрим. Лайк. Ну, как же так-то? А если его подобрал? А если его было бы сейчас опасно? Грин. Хилен. Опасно. Вот это было очень опасно сейчас. Попадает к Грину в клюшку. Лайк. Выйдет ли шайба? Нет, не выходит. Подставка! Удаление будет. Ну, слава богу. Я думал тут уже... Холдби не успевал. Переместиться в другой угол. Смотрим повтор. Да, было столкновение. Было столкновение с голкипером. 4 на 4. 32 секунды мы играем. Это быстро пролетит. И у нас останется полторы минуты на реализацию. Ой-ой-ой, потеря. Йохансен. Подбор. Александр, заходи в зону. Передача. А там никого нету. Орлов. Лайк. Отлично. Смена-то прошла успешно, только игроки-то у нас не те, кто могут реализовать. Вот вы видите, да, кто сейчас у нас на льду. Орлов. Просто бросил. В надежде на вбрасывание у ворот Анахайма. Так и есть. Там пытаются вывести у нас Брауэра на драку. Но мы это будем биться до последнего. Что ж, первое звено у нас на льду. Бросок. Айзнер, бросок. Малкин, бросок. Бэкстрим, бросок с острова. Первое звено большинства у нас сейчас на льду. Правда, нужно срочно им идти на смену. Оффсайд. По вбрасыванию у нас Анахайм обгоняет. И это не очень хорошо. Вот мы их догнали. Отлично. Очень красиво могли сейчас мы уйти. Бросить по центру или пытаться там в противоход с воротарем сыграть. Если вы сейчас слышите стуки в стену, то извините, ремонт у соседей начался не очень для меня ожиданно. Прям после того, как я начал записывать. Спасибо соседям. Спасибо друзьям. Что подбор. И снова потеря. Опасно. Холби. Кузнецов. Отлично. Фехар дальше. Химера. Кузнецов задел. Не будет проброса. Ну и проброса бы никого нету, потому что не пресекло. Красную все-таки. Линию. Лендри. Или лэнди. Как его правильно. Честно. Не знаю. Ворд. Можно просто бросить, зайти. А у него бросок замечательный, как вы знаете. Он умеет. Он умеет шайбу зафинтелить. Т3. Ой, рикошет опасный. Я представляю, если бы сейчас залетело. У нас в прошлой серии, кто знает, шайбы залетали очень часто так. И вбрасывание. У ворот. Одна хайма снова. Генемалки в это время борются. На точке вбрасывания бросок. Нет. Некому подобрать шайбу. Спасибо, соседи. Я вас очень сильно люблю. Грин. Ой, опасно. Господи, где? За 0,6 секунд до конца первого периода было вбрасывание. Ну что, мы на хайм полностью перебросали и заслуженно ведем в счете. Александр Овечкин молодец. Хорош. Александр. Дают ему простор. А Александру Овечкину такое давать нельзя. Будет ли проброс? Проброса не будет. И Александр Овечкин здесь не успевает за шайбой. Ооо, он был в зоне как бы воротаря-то. Нет, не действуют такие правила. 2-2. 2-2. И это печально. Посмотрим повтором. Он как бы был в зоне. Если бы правила эти действовали, я думаю, бы эту шайбу не засчитали. Он обеими, причем, ногами он там был. Ай-яй-яй, судья. Ай-яй-яй. Напишите в комментариях, действует ли в НХЛ. Это правило. Можно в борт его. Нет, драться я не буду, точно. Но столкновение было очень, очень жесткое. У нас все-таки удаление. У нас все-таки удаление после свистка тут даже. Почему-то засчитали удаление. Был свисток. Орлов. Прошел. Ну а подобрать. Ой-ой-ой, опасно, 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 опасно. Броски, броски, снова броски. И вот к чему приводит неудачный пас. Очень, очень опасные атаки. Которые никак не закончатся. И тут если бы убегал, то все, это был бы похоронный. Два-два у нас счет. Бегал. Не удалось обмануть защитника таким образом. Фехар должен спасти сейчас ворота. И спасает, можно сказать, этим. Вот это суматоха. Вот это суматоха у ворот. Попадает Фехра. Фехра. Кеннеди. Бегал. Перри. Хорош. Бегал. Здесь есть кто-то из наших. Бегал. Бросок. Нету броска. Обманул и меня, и себя, и всех, кто здесь был. Ой, Бегал что творит-то, а? На смену не хочет идти, но пытается, пытается что-то здесь предпринять. Опасно. Опасно. Но это опасно. Ой, 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 ой. Грин, подбор. Бэкстрим. Раскатаем их, раскатаем. Кто-нибудь не войдет к нам, поможет, нет? Хорош Бэкстрим. Напитать бросок не будет. Лэнди, бросок. Снова нету броска нормального. Бэкстрим. Подбора нету. Оборона у нас как у сборной России на чемпионате мира в финальном матче. Да, если честно, во всех матчах. Мне оборона вообще не нравилась. Именно так же играем. И сейчас. Посмотрите, что мы творим. Вот именно такие же подачки делала и сборная России канадца. Ну что, Нахайм сравнялся с нами по броскам. Альзнер. Опасно. Подбор будет. Малкин. Дальше. Йохансен. Малкин. Йохансен. Ну почему именно туда ты бросал? Там был свободный угол. Свободный от воротаря. Угол. Можно было забрасывать же. Можно. Нужно. Александр. Овечкин и Евгений Малкин не смогли сейчас реализовать. И нужно спасать снова Грину. Грин, конечно, не поучаствовал в этом спасении. Холби. Грин. Овечкин. Александр. Хороший бросок. Очень хороший бросок. Евгений. Ой, это Александр Овечкин. Я тут думал, это Евгений Малкин, потому что был по центру. Орлов. Орлов вышел на оперативный. Брауэр. На синюю. Снова Орлов. Овечкин. Александр. Есть Брауэр здесь. Александр. И снова Александр Овечкин запрасывает. Ну что. Александр Овечкин делает дубль. Выводит опять команду нашу. Вперед. Это хорошо. Смотрим. И снова в девятку. Снова в девятку. Две шайбы одинаковые у Александра Овечкина получились. Но мы пытаемся, пытаемся как-то по-новому. Ничего не получается. Александр Овечкин, думаю, будет первой звездой этого матча, если только кто-нибудь из голкиперов не отличится много-много-много-много-много-много раз. Например, воротарь команды уточки. Анахайф. Клендри. Бросок. Тут еще чувак. Фехер. Он играл у нас уже защитником и может бросить. Фехер. Фехер. Бросок. Нету никого. Кузнецов подбор. Кузнецов снова шайбой. Итак. Бросок. Будет ли? Нет. Орлов. Есть толкновение. Дальше. Давай шайбу. Ой. Кузнецов ошибается. Бигл. Можно встретить. Хиллиан. Вилсон. Потеря. Будет ли обратная потеря? Нет. Бигл. Удаление будет у нас. Две минуты у Анахайма есть. Это достаточно много. Причем обстоятельства такие, что потом они меняют сразу же воротаря на лишнего, если не реализуют. И мы еще будем дольше прижаты к воротам своим. Смотрите, какие далекие передачки. Ой, какой рикошет-то опасненький. На пятаке снова никого нету. Хорош грин. Красавчик. Бэкстриму. Бэкстрим. Сам захотел. Просто вбросил воротарю. И здесь борьба. Борьба за шайбу все-таки будет. Мы почти перехватили. Бэкстрим мог идти на смену. Не захотел. Йохансен. А Бэкстрим не подбирает эту шайбу. Знаете почему? Потому что он, парень, устал. Холби хорош. Просто выброс опять не получается. И вот это опасно. Что творит Холби? Что творит сейчас Холби? Бигал. Можно просто бросить. И попадаем в ловушку. Будет сбрасывание у ворота на хайбу. Ну что? Первое звено выходит. Проигрывает сбрасывание. И будет ли смена галкипера на шестого полевого? Или все-таки еще чуть-чуть подождут? Александр! Вот сейчас, я думаю, все-таки будет смена. Да, вот он. Шестой полевой. Йохансен. Йохансен промахивается. Ну что, у нас есть еще 14. Проброс будет, да? Или нет? Да, 4 секунды есть еще у нашего соперника. Я думаю, это... Это очень много сейчас. Если мы проигрываем сбрасывание, то это все. А мы выигрываем выброс! Все! Это победа. Это победа 3-2. Не скажу, что прям такая уверенная победа. Но... Бились мы достойно. Бились мы достойно. Победили. По броскам всего лишь в 3 шайбы. Ну, как вы видите, да, овечки. На первом месте Перри с передачей и голом на втором. И Брауэр после красивейшего прохода броска первой шайбы. Ну, он выходит на третье место в списке лучших игроков этого матча. Ну, а с вами мы увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!